Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хотел рассказать о прошедшей неделе, о своей работе, что удалось достичь за предыдущую неделю. В четверг стало известно, что президент Алмазбек Шашинович Атамбаев по моей инициативе выделил 800 тысяч сомов для издания учебников по кыргызскому языку, по Брайлю, шрифтом Брайля и плоскопечатным увеличенным шрифтом. Эти учебники будут даваться для школ, интернатов для слабовидящих и незрячих детей, которые обучаются в городе Бишкек, и уж у нас два таких интернета, и учебники будут выпущены с 1 по 11 класс. И вот представляете, на сегодняшний день там ведется предмет кыргызского языка, но, к сожалению, без каких-либо учебников. И если есть даже учебники, то ими пользуются только учителя, и учителя они читают, диктуют именно с этих учебников. И даст Бог, мы планируем, что где-то к июню месяца мы издадим эти книги и уже дадим ученикам этих школ. Кроме того, в четверг во втором чтении был принят закон о повышении акцизного налога на табачные изделия. С 1 мая этого года уже предполагается, что повысится акцизный налог на табачные изделия. И в целом будет удорожание сигарет с фильтром на 3 сома, а что касается сигарет без фильтра, то они где-то вырастут у нас в цене на 6 сомов. Это, конечно, значительная сумма, но мы хотим перенаправить эти деньги для повышения заработных плат учителям, врачам. И я надеюсь, у нас получится. Кроме того, во вторник я принимал граждан. Граждане обращались по различным вопросам. Как всегда, лидируют вопросы материального характера, просят деньги на операции. Приходил один гражданин, который просил отменить решение Верховного Суда 10-летней давности. Такие случаи тоже бывают. Я ему разъяснил, что решения Верховного Суда не подлежат обжалованию, и уже эти решения окончательные. Также из самых интересных моментов мы во втором чтении приняли повышение акцизного налога на бензин и алкогольную продукцию. Там я голосовал против. Не потому, что я против повышения цен на алкоголь, а потому, что есть маленькие опасения, что в случае повышения налогов с 1 мая, как мы войдем в ЕС, с Республикой Казахстан может поступать контрабанда алкогольной продукции. Потому что может так получиться, что наша алкогольная продукция окажется дороже, чем алкогольная продукция Республики Казахстан. На разном я обратился к правительству с просьбой переговорить с Алексеем Миллером, который прилетал буквально на той неделе, о том, чтобы мы перешли на расчеты по покупке природного газа, покупали за рубли природный газ. И Алексей Миллер уже ответил на этот запрос. Он сказал, что этот вопрос будет рассмотрен. Для чего это нужно? У нас, к сожалению, очень большая доларизация в экономике. И это помогло бы нам преодолеть вот эти скачки роста цен природного газа. Потому что, допустим, сегодня уже на феврале утвердили цены на газ. И где-то повышение по сравнению с январем этого года произошло на 20 копеек. Почему? Потому что в целом доллар растет. Поэтому растет и природный газ в цене. И если бы мы перешли на рубль российский, то, по крайней мере, нам это было выгодно. А у России какая выгода? У них тоже есть выгода. Мы поддерживаем их валюту. В глобальной экономике, в макромасштабе для них это очень было бы выгодно. И я надеюсь, что, ну, может не сегодня, может не завтра, хотя бы через год-два мы перейдем на такой расчет сом рубль. Благодарю вас за внимание. И я продолжу свой отчет уже на очередной неделе. Спасибо.